С начала этого года в пенсионном законодательстве произошли изменения. Жители республики уже начали получать февральские пенсии и выплаты, но еще не совсем понятен новый порядок их выдачи и индексации. Чтобы разъяснить ситуацию, в Чувашии организовали межведомственную горячую линию. На вопросы отвечали управляющие отделением пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева, начальник отдела Минтруда республики Елена Зайцева и директор Центра о предоставлении мер соцподдержки Ирина Дроздова. Меры социальной поддержки с этого года стали адресными. Такое решение принято правительством страны в связи с непростой экономической ситуацией. Поэтому многих пенсионеров беспокоил вопрос льготных выплат ветеранам труда. И ветеранам труда, которые по российским законам звание присваивается, и ветеранам Чувашской республики предоставляются совершенно одинаковые льготы. Это ежемесячный денежный выплат от 1082 рубля и денежная компенсация за услуги связи. После принятия закона Чувашской республики эти льготы предоставляются после прекращения трудовой деятельности. Когда мы перестанем работать, нам тогда будут платить, да? Да, конечно, вам возобновят эти выплаты. Надо просто будет обратиться в отдел соцзащиты, написать заявление, вам выплаты возобновят. Изменился и порядок предоставления мер соцподдержки, в том числе для участников и ветеранов войны. Я раньше получал ЕДВ ЖКХ 391 рубль. С 1 сентября отменили вот эти деньги, а теперь правила предоставления льгот, компенсации, как сейчас называть должны, придуманы или нет, госсовет. С февраля месяца выплаты будут в виде компенсации. Как говорится в федеральном законодательстве, 50% от платежей за жилищно-коммунальные услуги. То есть льготы не отменили. Как выплаты были, так они будут, только размер будет совершенно иной. За два часа на горячую линию поступило 44 звонка. Некоторые вопросы требовали детального изучения. Ответы на них граждане получат уже в личном порядке. Все, кто не смог дозвониться, могут обратиться в нужное ведомство в приемные дни.